Сотрудники МЧС спасли человека во время пожара на улице Красноармейской. Там вспыхнул двухэтажный деревянный дом. Огонь за считанные секунды распространился по всей верхней части здания. На месте ЧП побывал наш корреспондент Павел Москвин. Дом загорелся в субботу в начале третьего ночи. Пожарные сбивали огонь не только снаружи, но и изнутри здания. Для этой цели на месте работала группа газодымозащитников. В подъезде дома можно было находиться только в специальных дыхательных аппаратах. По словам очевидца, он отдыхал в ночном клубе недалеко от места пожара. Заметив дым, Никита решил подойти и поинтересоваться, что именно горит. Фигак, короче, дым повалил, что подлетели. Горело только первый подъезд. Вот чисто подъезд горел. Да, самое дальнее окно. Они его начали тушить, пока тушили. Фигак, короче, вся крыша загорела. Другой очевидец Сергей помог автолюбителям переместить машины подальше от огня. По его словам, ни одно авто не пострадало. Дома кто-то находился, никто не выходил от этого? Нет, из дома никто не выходил. Со второго этажа сошли, справа крыла. Это я понимаю? Да, с этого. Справа крыла начало загораться, а потом по крыше загораться начали. Вот. И потом машины начали убирать. По данным МЧС, на месте работали 11 единиц техники и 30 человек. Этот дом не жилой, но во время ЧП там находился один человек, которого спасли пожарные. Как стало известно, ранее это здание уже горело. В обоих случаях предполагаемая причина возгорания – это поджог. Сейчас эту и другие версии проверяют сотрудники городского ОНД. Михаил Вагин, Сергей Пичугин, Павел Москвин. Место происшествия.